Сегодня мы познакомимся с звуками. И какими они бывают? Звуки окружают нас повсюду. Ты можешь услышать разные звуки, но вначале нужно послушать тишину. Так почему же ее надо слушать? Чтобы музыку услышать. Посидите тише, тише. Приготовьте ваши ушки, навострите на макушке. В нашем доме тишина. Воцариться вдруг должна. Что такое тишина? Нам она сейчас нужна. Если слышен ветерок, как колышется листок. Если слышно пение птиц, что слетели с ветки вниз. Если стрелка на часах песенку поет. Тик-так. Значит, с нами тишина. В уголке сидит она. Слушать музыку готовы? Мы сегодня с вами снова. Тишина нам нужна, чтобы услышать разные звуки и музыку. Какие звуки ты можешь услышать в своей комнате? Как скрипит дверь. Как пьется вода. Как кипит чайник. И тут часы. Все это шумовые звуки. Также шумовые звуки ты можешь услышать в осеннем лесу. Как капает дождь. Как шуршат листья. Эти звуки еще называют звуками природы. Есть и музыкальные звуки. Они исполняются на разных музыкальных инструментах. Так же их можно петь голосом. Благодаря музыкальным инструментам рождается музыка. Где каждый инструмент из них исполняет свою мелодию. Среди музыкальных инструментов есть шумовые музыкальные инструменты. И ты, малыш, можешь сыграть на этих инструментах в детском саду или дома. И чтобы было веселее, включи запись музыки, играй на любом шумовом музыкальном инструменте один или вместе с родителями. А на металлофоне и ксилофоне ты сможешь сыграть мелодию, как на настоящем музыкальном инструменте. Шумовые музыкальные инструменты ты можешь изготовить сам или вместе с родителями. Под видео будет ссылка на другое видео, в котором вы видите детские шумовые музыкальные инструменты, которые вы сможете сами сделать. Спасибо за внимание.